Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Антон Кузнецов, директор Первого Одинцовского фестиваля молодежных инициатив и арт-директор фестиваля. Твой фест Татьяна Благодарная. Здравствуйте! Добрый. Буквально через несколько дней в нашем любимом Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха стартует первый Одинцовский фестиваль молодежных инициатив «Твой фест». Хотелось бы сегодня поговорить более подробно об этом формате и пригласить всех заинтересованных, всех тех, на кого нацелено это мероприятие. Антон. Мы готовы. У нас буквально несколько дней остается. И масса площадок, масса различных движений объединяются в такой один счастливый узел, который разрешится 19 сентября в субботу в парке в 12 часов начала. Будет ряд площадок, которые работают в локациях парка. Там карта, кто где расположен. Не все вместе. У нас там ограничения присутствуют в этом плане. Все молодежные организации, которые откликнулись, большинство это наши друзья давние или недавние, размещаются, показывают что-то о своей работе. То есть, в шатре выставки, мастер-классы, интерактивные площадки. И это работает и как само по себе, так и все эти представители организаций, они ходят друг к другу в гости, они смотрят, они объединены на общей сцене, где все это связывается в одну какую-то единую канву. Они рассказывают со сцены о своей деятельности. И количество именно участников вот этих организаций молодежных, общественных и организаций учреждений, которые работают с молодежью, около 350 человек у нас там будет. Но мы знаем, что в этот день у нас в парке всегда бывает, конечно, несколько тысяч человек еще. И в основном это действительно молодежь. Поэтому место выбрано не случайно. Большое спасибо администрации парков, большое спасибо комитету по культуре. Но основным таким вектором развития, мы вот, в общем, с Татьяной выставили как такие идеологи, но поддержал это все Одинцовский молодежный центр. Вот небезвестный наш любимый, значит, его руководитель Федор Харитонов, который задает вектор развития всей молодежной политики в Одинцовском районе, сказал, да, это здорово, это классная мысль, это такой формат, которого, наверное, еще не было. Вот, был такой более узкоспециализированный военно-патриотический, был узкоспециализированный в спортивном направлении, да. А это такой вот фестиваль для всех, рассказывающий о совершенно разных направлениях. Там и культура, и искусство, и обязательно военно-патриотику, которую я давно, так сказать... Как же без этого? Без этого. Там и поисковики, и реконструкторы, и стройболисты, и джиперы, и любители тюнингованной техники, и любители исторической техники. Все это будет представлено. Получается, это будет все то, чем сегодня увлекается молодежь, и те сферы, в которых она хочет и готова развиваться, да, Татьяна? Да. Как формировали вот этот список активностей? Потому что программа действительно очень и очень плотная, уже есть афиши, уже есть анонсы, конечно же, все те, кто посмотрели, видят, что действительно стоит прийти. Программу формировали в соответствии с интересами молодежи. Думали, что интересно, как представить творчество, в каком виде представить искусство, как на этом фоне будет смотреться патриотика. Старались подобрать такую программу, чтобы всем было интересно, чтобы молодежь, она смогла прийти не только посмотреть, но и поучаствовать, что-то взять для себя, чему-то научиться, может быть, какие-то мастер-классы. У нас будут различные творческие площадки с творческими мастер-классами, на которых также молодежь сможет поучаствовать, потворить. У нас будут замечательные арт-объекты, о которых, я думаю, мы чуть позже вам расскажем. То есть будет очень много активности, но тем не менее, Антон, а как родилась идея? Почему вы решили, что именно сейчас пришло время для молодежных инициатив? Что подтолкнуло к проведению такого фестиваля? Идея вынашивалась, в общем-то, давно, но, как правило, подталкивает к действиям какой-то единый порыв людей, которые встречаются вместе и начинают излагать какую-то единую мысль и понимают, что да, надо двигаться в этом направлении. И тогда все начинает складываться волшебно-мистическим образом, и мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Ну вот когда произошел тот день, когда вы поняли, что вот все, время пришло, время че наступило, нужно срочно брать, реализовывать, потому что если не мы, так кто же? Пару месяцев назад встретилась инициативная группа, совершенно по другому поводу, но поняли, что идея витает в воздухе, надо как-то ее формулировать, брать и делать. И стало все складываться, стали складываться ряд событий, ряд каких-то внешних факторов, он совпал в едином направлении, и стало понятно, собралась команда, целая огромная команда единомышленников, которые сейчас работают, не покладая рук все эти дни, предшествующие событию, которые отработают, я уверен, успешно во время самого мероприятия. Это командная работа, то есть есть ряд идеологов, которые встретились и сформулировали идею, потом они с горящими глазами рассказали об этой идее, значит, своей команде, команда подхватила, и сейчас, в общем-то, идет такой творческо-организационно-методический процесс, который захватывает, и это здорово. Ну, такая получается коллаборация. Однозначно. У нас масса организаций, масса людей совершенно разнонаправленных, от чистого творчества до совершенно каких-то механических задач, они действуют сейчас в одном направлении, чтобы все вместе встретиться, увидеться 19-го числа и получить колоссальное удовольствие от процесса. И не случайно у нас лозунг, такой молодежный лозунг, счастье, молодость, любовь. Вот, эти слова, они такой красной нитью, они будут проходить через все это мероприятие, через всю эту патриотику, через всю культуру, искусство, там, разные интересы коллекционерные и так далее. По этому поводу у нас есть ряд арт-объектов, арт-директор о них лучше расскажет. Татьяна, что это за арт-объекты? Уже прям заинтриговали. Сначала вы в начале интервью, теперь Антон. Раскрывайте секрет, ну, хотя бы немножко приоткроете. Только немножко. Ну, изначально была такая идея по итогу фестиваля создать такой некий продукт, который будет нам говорить о том, что вот мы собрали общественные объединения, мы их познакомили. И это должен был быть результат этого знакомства. Мы долго думали, а в каком формате это можно было бы показать? Единство. Единство молодежи, объединений, молодость, любовь, счастье. И вот пришла такая мысль сделать это в виде определенного арт-объекта, в виде кубов. Их будет несколько, раскрывая маленькие тайны. Их будет четыре штуки. И эти кубы будут расписаны определенным образом, на них будут определенные картины и надписи, которые в своей совокупности как раз будут символизировать вот это единство молодежи, единство общественных объединений. Ну, и эти ощущения счастья, молодости и любви. Объекты планируются, ну, мы их уже сейчас готовим, но они будут такой на планополенную стадии готовности. И на фестивале вместе с участниками мы будем их делать вместе, разрисовывать. И это будет как итог нашего фестиваля. Список участников уже сформирован или еще вы открыты? Мы открыты, основные участники уже все подтвердились, но тем не менее продолжают каждый день поступать новые звонки, новые предложения, мы их рассматриваем. И, конечно, фестиваль – это открытое событие. На него может прийти любой и сопереживать, сочувствовать, посмотреть, познакомиться. А принять участие могут ребята, молодые ребята, которые вот просто узнав о проведении фестиваля, но они еще не состоят ни в одной молодежной организации, могут ли они принять участие в этом фестивале? И что им для этого нужно? Для этого надо просто прийти. Просто прийти с хорошим настроением. Прийти погулять в парк, в наш любимый Одинцовский парк, наш любимый Одинцовский лес. Прийти погулять, посмотреть эти локации, расположенные в таких интересных местах, красивых, фактурных, где люди с горящими глазами будут рассказывать о самом главном деле своей жизни. И вот, может быть, какой-то пойдет резонанс, что-то возникнет интерес взаимный, вместе поучаствовать. Из практики работы, мы знаем, что так оно и есть, это работает именно так, что мы рассказываем максимально широко, максимально подробно и с душой. И это находит отклик, и появляются новые-новые люди, новые-новые идеи. Вот такая цель. Какие, вот ты сказал, цель, уже частично ответил на этот вопрос, какие цели и задачи вы ставили перед собой, как организаторы первого Одинцовского фестиваля молодежных инициатив, и есть ли будущее у этих инициатив? Конечно, есть. Конечно, есть. Сами эти инициативы, они есть. Они немножко мозаично раскиданы и какие-то по своим тусовкам. То есть, вам хочется чего, как организаторам, их усилить, показать ребятам, смотрите, а вот если вот это, вот это, а может быть, тут объединиться или что-то добавить, то будет вот вообще попадание. Мы хотим кубы собрать. Ну, я как пазл. Не как пазл, как грани. Так поверни, вот так увидел, так поверни, вот так. На самом деле, какая-то единая картина. То есть, у нас есть вот мозаично, вот патриотика, она своим таким мощным блоком, да, вот там культура, да, там музеи, театры, в том числе молодежные, они как-то так вот самостоятельно немножко, да, там краеведы, там, значит, все это в единую такую структуру, которая будет, ну, видеть, что мы вместе, нас много, мы разные. Но вот мы, вот мы вместе. Ну, идея, получается, у всех одна? Одна. Это твой фест. Это твой фест, и найди себя, да, пойми, что ты значишь в этом мире. Это твой фест, приходи, да. Если говорить о пути, все-таки вот этот фестиваль, фестиваль твой фест, это же первый шаг? Ну, это первая такая ласточка? Ну, ладно. Я бы сказал, что это такая, такой жирный журавлик. Я бы сказала мне ласточкой. Ну, давайте так честно, да, все, что проводится, и то, к чему руку прикладываешь ты, безусловно, это история с продолжением. То есть, я никогда не поверю в то, что это будет разовая акция, какая-то попытка просто классно провести субботний день. Мне кажется, все-таки это история с продолжением, и это действительно начало чего-то такого большого и интересного. Ну, мы любим то, что мы делаем. Это для нас многое это значит. Это значит, что любимое дело мы будем всячески развивать, приглашать к этому процессу всех наших друзей и знакомых. И однозначно продолжение будет. Кто из спикеров будет выступать, кто будет ребят обучать, и будет ли это иметь место? Однозначно, это один из форматов. У нас все ключевые фигуры молодежной политики, они окажутся так или иначе на сцене. Вот в какой-то момент они скажут какие-то самые главные слова, потому что время у нас ограничено, у нас там 30 площадок. У нас будут и музыкальные выступления, и творческие коллективы, но ключевые фигуры, они, конечно, скажут свое веское слово. Не в формате лекции, а в формате напутствия. То есть вот такого... Ну, то будет на сцене, то будет выступать, то будет с микрофоном, ну, хотя бы пару имен. Ну, обязательно у нас Федор Харитонов обязательно там окажется, обязательно, я скажу пару слов, обязательно руководители клубов, молодежных театров. Все это обязательно будет. То есть каждая молодежная организация, она заявит как-то о себе какое-то слово, скажет, пригласит к сотрудничеству. Она должна будет представить себя в первую очередь, рассказать о том, чем они занимаются вообще. Хотела сказать, что за осень это не первое масштабное мероприятие, но вспомнила, что 29 августа прошел Одинцовский экологический квест в нашем любимом парке. Ну, можно его к осени отнести? Ну, так, частично. Чуть-чуть, чуть-чуть, почти, почти. Лето завершили, лето вы завершили Одинцовским экологическим квестом. Кстати, эта форма тоже вызвала огромный интерес, огромное количество участников, причем от мала до велика. Ну, собственно, как и было заявлено в анонсе, вы ждали всех. Будет ли продолжена тоже эта работа, Антон? Да, мы планируем. Нам понравилось, парку понравилось, людям понравилось. То есть, такое колоссальное количество счастливых людей, счастливых лиц, ну, я не видел давно. Ну, процесс, процесс, самый главный процесс. Есть цель определенная, она достаточно интересная. Но сам процесс познания, перемещения, работы в команде, мне кажется, это смысл квеста в том, чтобы проживать приключения. Вот, и у нас таких приключений еще много в запасе, поэтому всех ждем. Ну, я просто знаю, что команды, которые, к сожалению, в этот день, ну, не совсем хорошо справились с заданиями, они бы хотели взять матч-реванш. Ну, им такая возможность будет предоставлена в самое ближайшее время, я думаю. То есть, следите за анонсами, все будет очень активно еще этой осенью. Конечно. Давайте еще раз напомним, когда и где встречаемся, и что ждет нас в ближайшую субботу, 19 сентября. Татьяна? 19 сентября мы все вместе встречаемся в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на первом Одинцовском фестивале молодежных инициатив «Твой фест», на котором мы будем рады видеть абсолютно всех. Расскажем, покажем, проведем творческие мастер-классы и просто будем рады, приятно пообщаться со всеми участниками нашего фестиваля. Ну и в завершении получим продукт. А какой именно, узнаете телеканал Одинцова, потому что мы тоже в числе приглашенных, даже не просто приглашенных, а информационных спонсоров, партнеров вашего фестиваля. Спасибо вам огромное за такие мероприятия, это очень здорово, что есть инициатива, и что наша молодежь живет и двигается вперед. Двигается. А мы им помогаем. Спасибо, что сегодня были с нами, ждем начала фестиваля. Еще раз напоминаю, 19 сентября в 12 часов встречаемся в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха на первом Одинцовском фестивале «Твой фест».